добрый день на канале томата больше чем любовь Светлана Чернова и вот продолжение луковой темы сегодня вот после того как две недели он пролежал мы лук порезали корешки уже все что высохло убрали и разложили на крупные мелкие и средние ну вот тут вот мелкие скажу тут есть и покрупнее помельче их мы на чердак поднимать не будем вот эта коробочка она на чердак не поднимется вот две коробочки и вот ведерко там есть покрупнее средний лук и для еды чтобы уж на чердак не подниматься и красный лук часть оставим конечно для салатов для хранения эти вот на досушку еще поднимутся ну кос в этом году я решила много не делать одну косу ну вот тут сколько получится может однако коса получится может две косы получится и вот лук еще уже до осени можно сказать даже до октября он там на чердаке будет лежать конечно будем посматривать шуршать немножко гнилых вышло пару штук практически нет но стрелки были они уж как бывает как я завязываю косу то есть вяжу в этом году я конечно решила из двух цветов косу сделать начинаю первое вот так луковица вяжется завязывается завязали это будет начало косы еще раз можно завязать я конечно не знаю но мне мама вот говорил так вяжется я так и вяжу может и по-другому вяжут люди вот теперь я хочу вот так примерно одинаковые луквицы брать и она вот так вот вертится как бы закручивается не завязывается закладываем и вот так вот это начало косы теперь беру опять таки стараться надо конечно чтобы примерно одинакового размера одинаковую форму были луковицы дальше завязывается тоже вот кладется так и перекатывается и натягивается немножко ну и дальше уже как говорится дело техники но для этого дела слишком пересушенные не должно быть а то она будет рваться средней сушки должно быть вот я тут конечно пока не готовил просто срезал какие получились попались то что грязно уже можно убирать немножко можно и два одноцветных это как пойдет как говорится вот возьму два одинаковых цвета вот два разных цвета развязалась да вот так можно не очень получилось потому что тут два дела сразу делать невозможно можно конечно один одну косу сделать фиолетовый лук ну а как он обычно у меня на кухне висит или прихожей у меня там вешалки есть а там висит как так как получается вот тут форма немножко другая она есть у меня есть у меня лук фиолетовый продолговатый есть вот вот такие луковицы есть и плоские сейчас плоские под руку не попалось тоже не плоскими ну и тоже нужно немножко натянет вот не получилось вот эта часть можно вот так немножко потолкать ну возьмем четверт вот ну и так до конца косу слишком длинно не делаю потому что это тяжело ну на этом пока все коса вот так завязывать технику видно было кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал я буду рада слышать ваши комментарии пока пока вот вот как